Добрый вечер, приветствую вас в программе по-русски с немецким акцентом. Наш гост сегодня на далеком острове, на Кипре, это Дмитрий Некрасов, он экономист и политик. Приветствую, Дмитрий. Дмитрий, мы только что с вами были вместе в Литве, в городе Вильнюс, мы там были на восьмом форуме свободной России, который происходит под эгидой Гарри Каспарова, там были многие другие видные русские оппозиционеры. Какие у вас остались впечатления от форума? Ну, я не первый раз на форуме, впечатления в основном позитивные, потому что иначе бы я туда не ездил. Конечно, всегда любой обмен мнениями довольно интересен. Понятно, что есть люди, которые многие не могут въехать в Россию и поэтому встречаются в других местах, что называется. Большой плюрализм мнений. Понятно, что я лично там, может быть, один из наиболее умеренных участников этого форума с точки зрения отношения к российской власти и ко всему остальному. Но обмен информацией и дискуссией, как всегда, интересен. Там в перерывах ко мне девушка подошла и сказала, что это все хорошо, что тут происходит, но говорит, как вы думаете, это действительно как-то влияет на то, что будет происходить в России, действительно ли это имеет смысл? Я сначала с нетерпением жду вашего ответа, а потом скажу, что я и ответил. Ну, конечно, степень влияния форума на реальные события в России минимальна. И от нулевой до минимальной. Это понятно, потому что власть контролирует все рычаги и настроение населения определенное. И не так много людей, в принципе, послушает то, что говорят на форуме. Это прямого действия очень мало. То есть я все-таки в первую очередь рассматривал, конечно, форум именно как скорее площадку обмена мнениями, информацией, выработки, может быть, каких-то стратегий поведения для российской оппозиции в широком смысле. Однако в настоящий момент и вся российская оппозиция довольно мало влияет на то, что происходит в России. То есть, по крайней мере, текущая ситуация такая. Это не значит, что через несколько лет это не может приобрести влияние и не может оказаться существенным. Но в настоящий момент, ну тут понимаете, что, как сказать, делать, что должно и будет, что будет. То есть в данном случае тот факт, что я не вижу никакого прямого влияния на ситуацию в России, совершенно не означает, что форум не нужно проводить, или что он там не является полезным, просто с других точек зрения. Вот что я и ответил. Я говорил, если у нас в июне 1989 года где-то оппозиционеры гидеровские забирались бы, там все смеялись бы и сказали, боже мой, какие мечтатели, они что сумасшедшие, как они могут там, это навека этот гидеровский строй, там стена берлинская и там ни малейшего движения нету, ничего не может произойти. Мы все знали, что уже в ноябре 1989 года эта система рухнула, как беседа, который свежий. Так что я не говорю, что это обязательно произойдет в России, но мы это не знаем просто. И тем более важно, чтобы мы общались, чтобы что-то было, на мой взгляд. Я бы даже привел гораздо более сильный пример на тему того, что вы говорите. Владимир Ильич Ленин в начале 1917 года, буквально за месяц до февральской революции, писал в письмах кому-то из своих корреспондентов, что мы, конечно, не доживем до падения царского режима, а через месяц случилась февральская революция. И тоже там люди собирались в Цюрихе. Но, понимаете, революция-то случилась не из-за того, что люди собирались в Цюрихе. Это, по крайней мере, февральская. То есть октябрьскую они сделали, когда они были уже внутри России. А сама февральская произошла совершенно никак не под влиянием того, что они собирались в Цюрихе. То есть это не значит, что им не нужно было собираться, но как бы понятно, что может произойти разное. Мы не знаем, что будет, с этим я совершенно согласен. Но очень маловероятно, что то, что будет, произойдет под влиянием форума. То есть, возможно, если что-то произойдет, то дальше форум может стать действительным инструментом каких-то дальнейших изменений или предотвращения каких-то негативных развитий событий. Но возможность форума повлиять на, условно говоря, падение режима Путина, ну, крайне сомнительно в этом смысле. Тут есть еще такое большое противоречие, Дмитрий, что с одной стороны официальная Москва, Россия, СМИ, одни говорят, это форум там маргиналов, это вообще нельзя всерьез принимать. И тем не менее, очень широко освещают. В последние разы всегда это была важная новость в вечерних выпусках, в всех больших программ, в еженедельных выпусках. Как объяснить это противоречие? Да раз маргинали, ну что ж вы освещаете тогда? В этот раз тоже были все корреспонденты русского телевидения. Тут нет никакого противоречия. Освещают, начну с этой части вопроса, ровно потому, что на форуме действительно представлены некоторые очень радикальные люди. То есть они далеко не все там такие, да, просто форум действительно предоставляет плюоризм мнений и широкую площадку. И когда эти очень радикально настроенные люди говорят то, что они говорят, для 99% россиян это вот просто ужас и кошмар. И я сам лично, хоть там как и участник форума, с очень многими выступлениями солидаризироваться и близко не готов. Они мне тоже кажутся чересчур радикальны. И понятно, что для цели кремлевской пропаганды выдернуть из контекста выступления двух-трех совсем вот таких радикальных людей очень удобно для того, чтобы настраивать население Российской Федерации в целом, рассказывать про то, что оппозиция это какие-то совершеннейшие сумасшедшие, которые просто невменяемые и хотят уничтожить Россию. Понятно, что на форуме есть много и другого, и там не только крайние радикалы, да, но понятно, что если что-то вытаскивает из контекста российская пропаганда, то вот именно наиболее такие одиозные выступления. Ну а соответственно тот факт, что вся оппозиция в России в настоящий момент маргинализирована. Это не, как сказать, это проблема оппозиции, это следствие действий Кремля, все что угодно. То есть в этом смысле та часть оппозиции, которая собирается на форуме свободной России, ничем не отличается условно от Навального, или там Ходорковского, или от кого-то еще. То есть сейчас просто в России есть либо оппозиция карманная, либо маргинальная. Никакой оппозиции в таком нормальном смысле, которая одновременно и не маргинальна, и действительно против власти, ее просто физически нет. Про эти высказывания вы имеете в виду то, что было на позапрошлом, что там в России одни сумасшедшие, или что надо Россию обзовести проволокой, то есть эти высказывания, которые были, я тоже с ними категорически не согласен. Да, я не хочу там повторять отдельное высказывание, но просто действительно на форум, помимо и большого количества совершенно адекватных, разумных, уважаемых людей, приезжают, и это право форума из соображений, там, плюрализма мнений, но приезжают туда действительно очень радикально настроенные люди, которых, ну вот на грани, ну как сказать, которых в любом бы обществе многие бы осудили, потому что то, что они говорят, это, ну там, призывы часто либо к насилию, либо к уничтожению страны и так далее. Это их не большинство на форуме, но именно их российская пропаганда целенаправленно, как бы, выдергивает. Я бы даже сказал наоборот, я был в субботу вечером еще на панели, там, международный трибунал, и там тоже так было, и там тоже один мой собеседник высказался достаточно радикально, и там даже это было встречено на штыки, да, то есть там публика буквально возмутилась, она сказала нет, и не надо всю Россию, и все, то есть общее настроение было такое, что такие радикальные высказывания, на мой взгляд, они не были встречены одобрением. Да, конечно, таких радикалов меньшинство, но ведь сколько времени посвятят каналы цитатам? Им нужно буквально там 30 секунд подкаста там, 30 секунд, ну минута максимум. Вот минуту из выступления самого радикального человека, причем какую-нибудь самую радикальную минуту из его выступления, они обязательно покажут, потому что, ну и из этой картинки рисуется впечатление, что на форуме собрались одни сумасшедшие русофобы, желающие там всех уничтожить. Это совершенно не соответствует действительности, но такую действительность создают каналы. Да, то есть это тогда для них подарок, потому что на самом деле, я же там тоже не первый раз, я знаю, там люди глубоко переживающие за Россию, люди, которые очень с большой симпатией относятся к своей родине, которые просто переживают, что она на неправильном пути, а так удается очень ловко это искажать, да, то есть, что, мол, одни, которые хотят вас уничтожать и прочего. Ну, тогда, конечно, это немножко проблема, что дают такую возможность пропагандистам. Но что, с другой стороны, это плюрализм, и ты не можешь ограничивать свободу слова на форуме. То есть, это получается такой дилемма. Да, это дилемма. Организаторы форума, они, скажем так, приняли свое решение, они имеют на это право. Я лично нескольким из организаторов говорил, что, на мой взгляд, это контрпродуктивно. То есть, тех людей, которые, ну, уж совсем радикальны и известны такими высказываниями, я бы до их вести, ну, по крайней мере, не давал бы трибуну. Но, ну, как бы, это их право, это их дело. То есть, у всех своя позиция. Плюрализм, он тоже имеет какое-то значение. Если даже та трибуна, то надо все-таки, плюрализм есть плюрализм, кого-то рядом посадить, кто точно противоположенному мнению, может хотя бы это сказать. Это было бы тогда, может, какой-то выход. Для картинки первых каналов, неважно, они все равно вырежут то, что, как бы, то, что им нужно. Если есть радикал, который говорит прямую трансляцию в эфире, у него обязательно будет что-то проскочить, что можно показать по центральным каналам и использовать таким образом. Мы говорили про центральные каналы. Вы на них раньше были частым гостем. Сейчас, если мне память не изменяет, вы уже не появляетесь на эфире или редко? Расскажите. Ну, как сказать, понимаете, я появляюсь на эфирах столько, сколько я бываю в Москве. Я в Москве не большую часть времени. То есть, когда я в Москве, я, как правило, ну, то есть, это, по сути, скорее от меня зависит, сколько я буду туда ходить, потому что приглашений у меня много. Я, ну, там, если я неделю в Москве, то минимум 3-4 эфира я хожу. То есть, примерно так. То есть, на меня нет никакого блока, даже наоборот, меня, скорее, там много куда зовут. Но просто я не всегда в Москве, не всегда есть время. Скорее, от этого зависит количество моего присутствия на выферновлении. Я пару раз побивал на эфирах, я потом написал большую разоплачающую страну во Франкфурте allgemeine, это самая большая газета в Германии. Из таких серьезных есть еще жольтые. И с тех пор меня уже не приглашают, я это воспринимаю как большой комплимент, уже больше года не были. Я все-таки это помню, это немножко как ассенизаторскую, как будто в ассенизаторскую бочку немножко окунять. То есть, это тяжело все равно, потому что тебя начинает там переорать. Это нечестная игра. И я виделись с вами, это все... Это нечестная игра. Они же, понимаете, они, ну, мало того, что всегда есть определенные соотношения людей разных, взгляд, ну, за них больше людей в студии. Они всегда умеют играть дорожками, то есть в любой момент времени, звуковыми дорожками, я имею в виду, в любой момент времени, когда ты говоришь, и нужно тебя приглушить, они тебя приглушают, там, допустим, твоего оппонента усиливают. Это все понятно. Конечно, совершенно нечестная игра. Понятно, что ведущий всегда на стороне одной стороны. Все это понятно. Но сказать, что там всегда, вот, то есть бывает очень тяжело, иногда, действительно, бывают такие передачи, после которых выходишь и думаешь, вообще, зачем я все время этим занимаюсь, это может быть безумие. Но бывают и вполне себе конструктивные вещи, тем более, что, ну, как сказать, я уже, ну, приобретая некоторый опыт, я, во-первых, ну, я выбираю темы, то есть я, там, на какую-нибудь украинскую тему иду, только если меня уж очень-очень просят, как правило, отказываюсь, да, или там, ну, то есть я стараюсь выбирать те темы, которые, скажем так, не являются жесткой линией противостояния, условно говоря, патриотов и западников, да, а иду на те темы, которые, ну, иногда бывают и внутренние темы, иногда бывают, ну, какие-то такие просто, скажем так, нейтральные темы. Я больше хожу туда, ну, и плюс, конечно, часто стараюсь просто, если я не в настроении там покричать, бывает и такое настроение, но если я не в настроении, я просто смягчаю формулировки, чтобы не вызвать огонь. И всегда понятно, что вызовет огонь, что не вызовет. Ну, это такая интересная игра, как где-то даже как шахматы, то есть на самом деле очень интересно, ну, предугадывать, как будет что поворачиваться и пытаться во всем этом маневрировать. Какая там ваша любимая передача? В смысле, моя любимая передача? Ну, я не могу сказать, что... Кроме нашей, конечно. Что? Кроме нашей, конечно. Ну, они все разные. Где-то у меня там лучшее отношение с ведущими, там, одна ситуация, где-то больше дают говорить содержательно более длинными периодами. Это другая ситуация, да. Где-то больше показов, третья ситуация. То есть я не могу сказать, что мне что-то вот прям больше нравится или меньше. Как раз, ну, стараюсь ходить на разные, во-первых, у них уже у всех разная аудитория, то есть, в принципе, мне-то это зачем? Глобальная там узнаваемость. И надо понимать, что люди, которые смотрят, допустим, время покажут, днем домохозяйки преимущественно, и люди, которые смотрят Соловьева ночью, ну, и плюс еще понятно, что у Соловьева все-таки там более интеллектуальная подача материала, там, про содержание не говорим, ну, по крайней мере, по форме, да, и про... То, соответственно, это совершенно разная аудитория, они очень мало пересекаются. Поэтому тут, ну, стратегия, куда ходить, она строится, ну, во-первых, исходя из того, ну, какой охват, сколько времени потрачешь, сколько получишь просмотров, да, а из того, чтобы показываться в разной аудитории, ну, и плюс, если на какую-то передачу ты долго не ходишь, они тебя перестают звать. То есть тут надо, как бы, временами приходить. И те, кто говорят, что это становится, как бы, пешкой в их игре, что это, как бы, им на пользу, как вы относитесь к такой критике, к тем, которые говорят, что вообще туда нельзя ходить? Ну, в этом смысле я гораздо, гораздо меньше им на пользу, чем, например, форумы. То, что мы обсуждали с вырезанием радикалов, причем порядково меньше, да. Понятно, что все друг друга используют. Ну, то есть они решают свои задачи, я решаю свои задачи. Ну, то есть, ну, совершенно понятная там, в частности, узнаваемость, да. Я в этом смысле, ну, поскольку, там, мне никто ничего не платит, там, и я всегда выбираю, куда ходить, я часто достаточно отказываюсь от приглашений, мне вот как-то там совсем радикально хамить, ведущие, по крайней мере, то есть участники, конечно, да. Ведущие, ну, там, если сильно нахамят, я просто потом и я не приду, а как бы для них это имеет значение. То есть у меня вот, ну, как сказать, я считаю, что для меня лично это равная игра, да, там, по крайней мере, то есть я выигрываю то, что я хочу выигрывать. А глобально ходить, не ходить, ну, скажем так, идея, что если все откажутся ходить, их меньше станут смотреть, если все либералы откажутся ходить, она неверна. Есть очень много людей, которые ради тщеславия пойдут на телевизор. И в этом смысле я уж лучше думаю, что лучше пусть будут ходить, способные лучше отстоять свою позицию, там, увереннее и грамотнее, нежели вообще случайные люди, которых они обязательно надергают. Медные трубы и софиты, это настолько привлекательно, что люди, которые с любыми взглядами, которые захотят туда прийти, они всегда наберут. Просто у них есть спикеры, которые много ходят, и они знают по этим спикерам, как от них меняется рейтинг. То есть они понимают, что вот это уже проверенный продукт. Поэтому понятно, что им, если нет какого-то жесткого запрета сверху, чего не было уже много лет, то им удобнее приглашать, допустим, меня, ну или людей из такого пула. Но если весь этот пул откажется, то они очень быстро наберут замену, это не проблема. Я думаю, очень ключевой момент, это денег не взять. Я тоже, я не часто выступаю, но я всегда категорически отказался от каких-то денег. Вы говорите, вы это тоже делаете, потому что опасно стать мальчиком для бедя, и там есть ощущение, что там есть некоторые люди, которые как бы там даже любое унижение терпят, и как бы на зарплате сидят. И это действительно немножко проблема, да? Да, нет, я несколько раз, ну то есть я бывает летаю за счетом, допустим, с Кипра в Россию и обратно на Кипр, ну например, да, то есть просто брать билеты себе, ну это в принципе нормально, если они меня хотят там на шоу, а я, допустим, в этот день хочу приехать, но тут я не вижу проблем. Ну это нормально, да, это все-таки летатор летатор летатор. Это нормальная и логичная вещь, а так, да, для меня это принципиальная позиция ровно потому, что в этом случае ты теряешь просто ту самостоятельность говорить то, что ты хочешь, и защиту от явных оскорблений со стороны ведущих. Вот, 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 но у некоторых это есть такое ощущение, да, что они терпят. То есть я даже знаю, что да, но не буду обсуждать. Ну это не без личностей, но явление такое есть. Да, явление такое есть. Переходим от телевидения, то много внимания на них. Сейчас я был в Москве неделю назад, только на Эхе был, а телевидения не был. И я все-таки вижу, чувствую, что очень многими людьми говорили, что все-таки ситуация такая, что люди все более и более недовольны. Это в первую очередь связано с экономикой, да, говорят, вот, шит стало хуже, Крым на бутерброд не намажешь. То есть вы экономист, как вы считаете, этот процесс будет усиливаться или наоборот у власти есть эти ресурсы, чтобы это еще долго-долько так держать, чтобы экономически не было резкого падения? Нет, давайте сначала, во-первых, разделим, совершенно жестко разделим две вещи. Настроение населения и экономическую ситуацию. Потому что одно не обязательно следует из другого. У нас резкое ухудшение экономической ситуации пришлось на 14, 15, 16 годы, но в это время уровень поддержки власти был наоборот рос. Крым, Крым. Из-за Крыма и так далее. То есть эти вещи не совершенно не обязательно одна следует из других. Но часто. Но часто, но тем не менее. Не всегда согласен. Про экономику, да, это гораздо более легко, предсказуемая вещь. Я не вижу, с одной стороны, никаких перспектив серьезного экономического роста, то есть мы будем в ближайшие минимум пять лет колебаться в диапазоне от нуля до двух процентов, но скорее там со средним значением ниже одного. Да, я бы скорее сделал такой прогноз. Многое, конечно, зависит от цен на нефть и всего прочего, но в целом какого-то серьезного скачка экономического прогресса я просто не вижу никакой перспектив к этому. Однако, никаких перспектив к тому, что случится катастрофа, даже близко не видно. То есть, российское государство никогда в своей истории, никогда в своей истории не обладало таким запасом финансовой прочности. Даже если сравнивать с 1914 годом, с крымскими событиями, ну, например, на тот момент внешний долг и государства, и компания, внешний долг государства было там 750 миллиардов почти, а сейчас он там 480, он сократился более чем на треть. За это же самое время резервы, которые сначала упали там на 150 миллиардов, сейчас больше, чем были до Крыма, резервы Центрального банка. Фонд национального благосостояния, который сокращался там 14, 15, 16 год, сейчас больше, чем был до Крыма и продолжает расти. По этому году, по прошлому году был профицит бюджета, подчеркиваю, профицит бюджета, 2,6% ВВП. По этому году будет примерно столько же. 2,3%, ну, неважно. Соответственно, есть огромные положительные сальдо внешней торговли. Ну, и таких вещей я могу перечислять еще огромное количество. Все эти вещи не позволят совершить рывок, не позволят экономике расти, ничего этого не позволит. но они позволят поддерживать тот же самый уровень потребления, даже если цены на нефть упадут там до 30-20 долларов за баррель, и там в течение нескольких лет у правительства хватит денег на то, чтобы вот текущий уровень расходов поддерживать. То есть, вот если еще там в 14, 15, 16 годах можно было говорить о том, что запас прочности российского правительства уменьшается, и вот пройдет несколько лет, и они грохнутся, то сейчас ровно обратная тенденция. Запас прочности растет, при этом были сокращены, допустим, военные расходы, которые достигали в 15-м году 5% ВВП, упали ниже 3, они уже ниже, чем в США в процентах ВВП, ну понятно, повысили пенсионные возрасти, тоже экономия средств бюджета, многие социальные расходы были понижены. В течение нескольких лет бюджет в номинальном выражении, то есть в абсолютных числах, снижается, то есть в реальном выражении снижается еще сильнее, есть же какая-то еще инфляция, есть какой-то рост экономики, то есть бюджетные расходы, они снижаются, а доходы за последние годы выросли. То есть сейчас мы видим, что по крайней мере последние 2,5 года мы видим устойчивое наращивание резервов устойчивости государства, глобально говоря, ну государственных финансов, и я не вижу, чтобы этот процесс остановился. Однако на жизни людей, теперь переходим к жизни людей, у нас 6-6 год падения реальных располагаемых доходов населения, 6-й год подряд, такого не было в 90-е годы, ну там амплитуда падения была больше, но чтобы подряд 6 лет падало, не было. То есть сейчас доходы на там 10-11% реально располагаемые доходы ниже, чем они были в 2013 году, соответственно, и нет никаких перспектив того, что они вырастут, то есть в этом году, наверное, будет какой-то небольшой рост, но тоже все около 0. То есть по большому счету там первые 2 года было резкое падение, а потом небольшое падение, либо 0, вот как бы где мы балансируем. Ну вообще для очень многих стран это на самом деле 6 лет падения реальных располагаемых доходов это очень редкая ситуация в экономике после Второй мировой войны во всем мире. Это вообще довольно редкая ситуация. Конечно, в теории она должна приводить к каким-то там серьезным социальным последствиям, взрывам и так далее. И вот социальные последствия, я предсказать не берусь. Я не знаю, какие настроения будут у населения, тут может все очень быстро измениться, может прилететь какой-то черный лебедь и так далее. Но пока мы констатируем следующее, что мы наблюдаем 6 лет либо резкого снижения, либо там стагнации реальных располагаемых доходов населения. Жить стали объективно хуже. Но при этом, по крайней мере пока, мы не видим какого-то резкого роста недовольства. То есть сравнение, конечно, с 15-16 годом, сравнение с пиком крымской истерии, конечно, уровень поддержки режима упал, уровень, допустим, агрессия в обществе вырос и так далее. Но говорить про то, что вот сейчас это прям должно как-то немедленно привести к падению режима, я бы не стал. И тут еще вот есть два очень важных аспекта, которые стоит подчеркнуть. Во-первых, все-таки неравенство несколько снизилось. То есть если мы говорим про это снижение доходов, то 2 трети всего снижения реальных располагаемых доходов, даже больше 2 трети, пришлось на верхние 20% населения. Остальные 80%, они, конечно, тоже потеряли, но гораздо меньше. Неравенство за это время снижает социальное напряжение. То есть когда более обеспеченные теряют больше, то есть 20% населения это 30 миллионов человек, это очень много, это не вот какие-то, это не олигархи, это средний класс. Это больше, чем весь средний класс в России. Но как бы понятно, что там бедные слои населения, там бюджетники и так далее, они видят, что относительно, они беднее не стали, они стали, может быть, даже относительно богаче. Реальные доходы упали, но в сравнении с там с более богатыми и им в этом смысле проще. То есть вот этот момент надо совершенно однозначно учитывать, когда мы думаем о том, что будет происходить с настроением. Да, еще. Второй, вы говорили два, да, я жду. И второй момент. Вот, ну допустим, поддержка Крыма снижается. Все эти истории снижаются. Вообще вся поддержка внешнеполитической истерии, она снижается. Но мы видим такую тенденцию, мы видим в количественной социологии, причем очень четко. У нас до 2014 года была большой проблемой ксенофобия по отношению к мигрантам. Как только случился Крым, любой негатив по отношению к мигрантам моментально упал в разы. Вообще просто проблема мигрантов фактически исчезла. Вот сейчас тема Крыма начинает отпускать, и мы видим тут же одновременно рост ксенофобских настроений по отношению к мигрантам. Это просто вот обратная, жесткая обратная корреляция. Здесь некая агрессия в обществе, некая шовинистическая агрессия. Куда-то ее надо выправить? Она не исчезает. Мы просто видим, что мы то ее направляли в одном направлении, то в другом. Но сказать, что она, вот знаете, люди стали умнее, лучше и добрее, вот этого точно нельзя сказать. Мы видим скорее перенаправление вот этой вот агрессии. Это тоже надо учитывать, потому что мы же не знаем, куда это двинет. Может быть, завтра внешнеполитическая истерия пройдет, все про Крым забудут, но зато у нас начнется движение вообще к настоящему уже фашизму. Ну, то есть, ну, вы понимаете, то есть я вот не вижу очень большого количества запроса на какое-то нормальное демократическое там правовое государство. Я скорее боюсь красно-коричневого какого-то движения, если эта власть начнет терять свои позиции. Согласен. Это сейчас уже видно тем, что там есть, например, надписи на машинах и прочих, что нам не хватает Сталина на всех. То есть, это они не довольны Путином, но не в правильном направлении. Дмитрий, совсем последний вопрос и просто очень коротко ответить, потому что времени совсем мало. Шесть лет падения уровня жизни. Какой прогноз? Это продолжается или все-таки он скоро поднимется немножко? Ну, я думаю, что, конечно, по этому году, скорее всего, мы будем видеть плюсовые значения, но плюсовые значения в рамках там десяток долей процентов. То есть, когда там на 10% упало, там на десятые будет расти, один год другой. Ну, то есть, это стагнация. При той точности статистики, которой мы обладаем, это стагнация. Я не вижу, причем даже, ладно я, прогнозы Минэкономразвития не предусматривают какого-то существенного роста реальных располагаемых доходов до 2023 года. То есть, если Украина, скажем так, скорее всего, либо в следующем, либо на край в 2021 году превысит реальные располагаемые доходы на душу усиления 2013 года, то Россия вот до 2023 точно их никак не превысит. Хотя вначале в Украине провал был сильнее, чем в России, но потом они росли быстрее, то есть, они быстрее отрастают. А вот в России я не вижу перспектив резкого роста доходов усилений. Вот на такой грустной ноте, увы, мы вынуждены попрошаться. Напоминаю вам, дорогие зрители, что с нами на связи был на Кипре российский экономист и политик Дмитрий Некрасов. Спасибо большое, до свидания, Дмитрий. Спасибо большое, до свидания. И до свидания. И спасибо вам, дорогие зрители. Смотрите нас снова в следующую субботу в 20 часов на канале Ост-Вест или, если пропустили передачу по русски с немецким акцентом, смотрите ее в интернете и на сайтах канала в социальных сетях, которые вот сейчас вы должны увидеть на эфире. До свидания, auf wiedersehen, до побачения, nach вам dies, ла реведере, чао. Субтитры создавал DimaTorzok